Сегодня православные верующие отмечают День Валаамской иконы Божьей Матери. Этот праздник неразрывно связан с другой датой. 11 июля – День преподобных Сергия и Германа Валаамских. Именно они в 14 веке принесли в эти суровые края православие и основали Спасопреображенский мужской монастырь. Паломничество на русский Афон в середине июля – это особо значимое событие. Наш Николай Васильев сейчас покажет самые неизвестные уголки Святого острова. За штурвалом катера – отец Ефрем, монастырский эконом. На нем все хозяйство Валаама и главное – все строительство. Едем инспектировать работы на одной из дальних лесных площадок. Это остров Порфирьевский. Здесь изначально была часовня в честь преподобного Серафима Саровского и жил монах Порфирий. Это будет храм именно для монашеской молитвы. Паломникам, конечно, вход закрыт не будет, но добраться сюда достаточно сложно. Церковь затерялась в лесу вдалеке от туристических маршрутов. По легенде, Валаам – самая северная точка путешествия Святого Андрея. В 9 или 10 веке по следам первозванного апостола на архипелаг пришли греческие либо болгарские монахи Сергий и Герман. Они и основали на пустынных скалах Ладоги обитель. За тысячу лет здесь появились не только храмы, но и настоящий лес, и даже нетипичные для русского севера сады. На Валааме растут и плодоносят 50 сортов смородины и 80 разновидностей яблони. В первоначале монахи сами из леса плодородную почву постепенно там возили. И было такое обычай, что паломники, когда приезжали, сами тоже возили землю. Разбить на Валааме сады в конце 18 века велел игумен Назарий. Он возглавлял обитель 20 лет. И именно при нем на острове появились первые каменные постройки. От пустынки преподобного остался только фундамент на игуменском кладбище, где покоятся наместники монастыря. В 1997 в сосну рядом с памятным крестом ударила молния. И в сколе коры братья увидели образ игумена Назария. Расцвет Валаама, впрочем, связывают с 42-летним правлением одного из следующих игуменов – Дамаскина. При нем на острове появились каменный Преображенский собор в главной усадьбе и храмы на соседних островах архипелага. Никольский скит – первое, что видят паломники и гости Валаама. Храм расположился в живописном месте прямо на входе в главную монастырскую бухту. Один из самых красивых и старейших скитов обители середины 19 века. Но вообще-то таких вот уединенных мест для молитвы в монастыре сейчас 14, и далеко не все из них видны глазу туриста. Самый отдаленный скит – Ильинский. От главной усадьбы 11 километров по воде. Главный, так совпало, отец Илья. Под его началом еще четверо монахов и небольшое хозяйство скита – храм, два домика, сад и старинный колодец. Это наш колодец. В следующем году, как и всему скиту, будет 150 лет. Он работает абсолютно, мы до сих пор пьем с нему воду. Это основной у нас источник воды есть. То есть не из Ладоги, не откуда, а именно из колодца. Так, вот водичка, обращайтесь. С удовольствием. Ну как? Потрясающе. Шесть часов в день монахи трудятся в храме, в доме или на огороде. Шесть часов молятся вместе и еще шесть в одиночестве. Такой режим и сосредоточение возможны только в скиту. Во-первых, это непросто. И подвиг непростой здесь, и молитва эти же довольно-таки сложная. Сюда духовники благословляют уже более крепших, более так серьезно подкованных духовно монахов. Потому что здесь больше внимания уделяешь своему внутреннему состоянию, внутреннему деланию. И, соответственно, молитвы за наш мир, за наше воинство, за нашу страну. Братья Валаама – это почти 200 монахов. Возглавляет древний монастырь лично патриарх. Как минимум раз в год в праздник святых Сергия и Германа предстоятель служит на Ладоге. И в нарядном Преображенском соборе вместе молятся до трех тысяч паломников. Дохраним Господь, отечество наше, церковь наше, и сию святую, отитель. Аминь. Среди постоянных участников праздничной литургии и президент Владимир Путин. Впрочем, традицию паломничества лидеров России на Валаам заложил еще Александр I. И в этот раз глава государства отстоял службу, исповедался, причастился в порядке общей очереди. И подарил игумену Валаама, епископу Панкратию, смоленский образ Божьей Матери 19 века за труды по восстановлению обители. Уверен, что так же, как мы возрождаем Валаам, мы будем поднимать, укреплять духовные основы и материальное благополучие нашей страны. Не все у нас получается, но залогом нашего успеха являются наши старания и искреннее стремление к улучшению жизни нашего Отечества. До революции на Валааме жили больше тысячи монахов, но потом православный архипелаг вошел в состав протестантской Финляндии. В 44-м с приходом советской власти монастырь был закрыт. В его стенах организовали интернат для инвалидов войны. Возрождение монашеской жизни началось в декабре 1990-го. В первую очередь это патриарх Алексий еще до благословения возрождать. Он же здесь мальчиком-то был, когда еще в 30-е годы. Ему очень понравилось, а ее стали возрождать. Так трудами монахов, послушников, попечителей и паломников Валаама пишется история обители в 21 веке. В этой новейшей летописи и мастерская на Владимирском скиту, и сам скит в честь крестителя Руси, и только что освященная скромная часовня всех валаамских святых, и пышная часовня валаамской иконы Божьей Матери, которая провожает теплоходы на выходе из монастырской бухты. Николай Васильев, Евгений Костин, Александр Федоров. Вести. Святой остров Валаам. Святой остров Валаам.